О делах дорожных. Вице-губернатор, курирующий сферы строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Ненинского округа, дал большое интервью слушателям радио Север-ФМ. В рамках эфира Александр Лидер ответил на актуальные вопросы. В частности, речь шла о реконструкции участка на пересечении улиц Ленина и Первомайская, капитальном ремонте лесозаводского моста, а также о текущих и планируемых работах на транспортной сети региона. Алина Волчейская продолжит. Первый вопрос, который задает радиоведущая, что происходит на перекрестке Ленина и Первомайская. Эту тему сегодня обсуждает едва ли не каждый автомобилист окружной столицы. Проезжую часть сузили практически вдвое. Водители обеспокоены. Движение на этом загруженном участке дороги в часы пик и так затруднено. А теперь, когда вместо двух полос осталась одна, в разы увеличивается риск возникновения пробок на центральных транспортных артериях Нарьинмара. Вице-губернатор поясняет, для профильного департамента такие внезапные перемены на перекрестке тоже стали неожиданностью. Дело в том, что этот участок дороги – федеральная трасса. Она находится в оперативном управлении у компании «Упордор-Прикамье». Что нам удалось выяснить за это время? Что данный проект Организации дорожного движения был согласован с ГАИ еще аж в 2016 году. И почему мы об этом узнали только сейчас, не остается, чтобы догадываться. Мы все работы приостановили, попросили представителей Упордор-Прикамья к нам приехать сюда. Мы договорились, что они на следующей неделе к нам приедут. Мы вернемся к этому вопросу, посмотрим проект Организации движения. У нас по нему есть уже конкретные вопросы, с которыми мы не согласны. Мы видим ту реакцию, которая идет от наших граждан. Единственное, что хочу сказать, что закон один для всех. Мы будем действовать строго по закону, с максимальным соблюдением пожеланий наших граждан. Еще одна животрепещущая тема относительно городских дорог – капитальный ремонт лесозаводского моста. Работы по его реконструкции начнутся в октябре текущего года. Сейчас подрядчики готовят площадку под возведение временного объездного сооружения. Оно будет располагаться со стороны детского сада «Теремок». Известно, что длина конструкции вместе с подъездными путями составит порядка 200 метров. На этом участке будет введено скоростное ограничение до 20 км в час. Это объект, который вызывает максимальную сегодня, так сказать, привлекательность со стороны всех критикующих нас людей. И я надеюсь, что жители нас, во-первых, поймут, во-вторых, простят и все-таки отнесутся к гласному тому, что действительно движение будет затруднено. Нельзя не ремонтировать этот мост. Сегодня этот мост находится в аварийном состоянии. Я так понимаю, что мы, почему говорю, потому что я уже больше года здесь работаю, и все коллеги меня убеждают в том, что тянуть этого нельзя. И последнее исследование, которое проводили по этому мосту, показало, что он находится в предаварийном состоянии. Можно не ограничивать скорость движения, можно постоянно по нему ездить. В какой-то момент мы просто останемся без этого моста, потому что он отвалится, развалится или что-то еще там произойдет. Поэтому нельзя его не делать. Мы приложим все усилия, чтобы сделать его в срок, а может быть, постараемся сделать его побыстрее. Но для этого нам всем надо будет набраться терпения. В ходе эфира поговорили и о реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он запущен в Ненецком округе в 2019 году. В его рамках в регионе будет проведена реконструкция сразу нескольких транспортных артерий. Так, в срок до 2021 года на дороге Нарьинмарыскателей должны оборудовать тротуары, выезды и въезды, велодорожки и освещение. Также на сегодняшний день начаты работы по обустройству тротуаров и установке освещения по улице Дружбы. В окружной столице приведут в порядок сразу несколько дорог, в том числе по улице Авиаторов и Полярной. Кроме того, в рамках федерального проекта реконструируют дорожную сеть внутри поселка Красное. До 2021 года там планируют заменить покрытие, оборудовать тротуары и освещение.